В реализации президентов России и Соединенных Штатов мы хотим, чтобы режим контроля над стратегическими наступательными вооружениями не просто сохранялся, но и был модернизирован, был приведен в соответствие с новыми реалиями. И пока в тех идеях, которые мы получили от американской стороны, мы не находим тех вещей, которые для этого необходимо сделать. Прежде всего, это касается нашей позиции, которая исходит из абсолютной необходимости сохранить контроль, сохранить контрольные механизмы над общим количеством ядерных боезарядов и над общим количеством носителей. В том числе, необходимо учитывать, по нашему глубокому убеждению, касательно планов Соединенных Штатов, создавать неядерные боеголовки, которые будут размещаться на стратегических носителях. Документы, переданные нам и по СНВ, и по противоракетной обороне, не дотягивают до тех принципиальных договоренностей, которые достигались ранее и на уровне президентов, и на уровне министров иностранных дел, и министров обороны. Кандализа Райс, выслушав наши аргументы, вызвалась дополнительно эту проблематику изучить, и рассчитываю, что какие-то дополнительные подвижки навстречу нашей позиции будут сделаны. Думаю, что до конца этого года мы сможем провести развернутые консультации по этим вопросам. Естественно, российская сторона имеет свои предложения, и мы будем их продвигать на предстоящих переговорах. Скажу сразу, что и по стратегическим наступательным вооружениям, и по противоракетной обороне договоренности наверняка, в этом уже едва ли есть какие-то сомнения, будут согласовываться окончательно уже с новой администрацией. И мы обратили внимание на те позиции, которые избранный президент Соединенных Штатов, Барак Обама, обнародовал на своем веб-сайте по этим вопросам. Они вселяют надежду на то, что мы сможем более конструктивно рассматривать эти вопросы в предстоящий период. Мы сегодня за ужином обсуждали эту проблематику с членами квартета и с представителями арабских государств, с руководством Лиги Арабских Государств. У нас есть общая решимость всячески способствовать продолжению Палестино-Израильских переговоров, причем делать это в контексте общей задачи достижения в конечном итоге всеобъемлющего арабо-израильского регулирования, что предполагает договоренность не только на палестинском треке, но и на сирийском и на ливанском треках. Это общая позиция и членов квартета, включая Соединенные Штаты, Россию, Евросоюз, Организацию Объединенных Наций и Лигу Арабских Государств. Мы также убеждены, что, учитывая переходный период, на котором мы сейчас все находимся, имея в виду и смену администрации в Вашингтоне, и предстоящие выборы в Израиле, и усилия, продолжающиеся с целью восстановить палестинское единство, нам крайне важно не допустить, чтобы эти перемены негативно повлияли на переговорный процесс. Необходимо обеспечить преемственность этого процесса, и сегодня все участники беседы за ужином подтвердили, что важнейшей частью этой преемственности станет Московская конференция, которую, как Вы знаете, мы ориентировочно намечаем на весну следующего года, когда все внутренние перемены во всех основных участниках, во всех странах, основных участниках этого процесса будут завершены. И завтра на встрече квартета с представителями Палестины и Израиля этот разговор будет продолжен. Мы заинтересованы в том, чтобы начатый в Анаполисе процесс, процесс, начатый на основе решений Совета безопасности, он на основе дорожной карты, чтобы он завершился реальными договоренностями, обеспечивающими устойчивый мир. Это прежде всего касается всех аспектов окончательного статуса, всех аспектов, которые необходимо согласовать для создания жизнеспособного, независимого палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем, со всеми остальными соседями в мире и безопасности.